15 часов. На самом деле с этой фразой почти все в порядке. Если добавить слово «кто», то все в порядке. Кто-кто, кто-кто, кто-кто передаст. Итер, решенка, кто еще может ему передать. В общем, отжог. Что-то не хватает в названии, что-то пропущено. В названии «пушка». Дорогие камчедалы, всем огромный привет передаю. Солнечный Майамский. Меня зовут Евгений Стриж. И семь лет назад мы переехали из Камчатки в Солнечное Майами. Остались здесь жить. Вот я вам коротко расскажу, на что мы поменяли Камчатку. Камчатку мы поменяли с Тихого океана на Атлантический, в Теплый океан. Песок у нас здесь, как видите, белый. На Камчатке черный. На Камчатке были землетрясения. Здесь у нас ураганы. На Камчатке были медведи. Здесь у нас крокодилы плавают. В общем, опасности как в джунглях, хватает. Живем мы здесь уже, как я сказал, 7 лет. Живем классно. Очень много друзей, знакомых, людей у нас. К сожалению, с Камчатки мы никого здесь не знаем. Пользуясь случаем, если кто-то будет с Камчатки здесь, обязательно напишите. Встретимся с вами. Вот, пообщаемся. Это будет классно. Мне будет очень приятно увидеть родных земляков. У нас родилось здесь двое детей. Старшему уже 7 лет. Он входит в школу. Мы входим в школу непростую. Мы выиграли лотерею и пошли в частную школу. Это очень классно. Нам повезло. Малому два года. Малой, получается, у нас входит в садик. Мы его дали в еврейский садик. По своим причинам. Садики разные суммы. То есть, где-то от 1000 и выше пошли суммы. До 5000 за садик. У нас, получается, 1800 мы платим за садик в месяц. Это я вам так сразу расскажу. Для тех, кому интересно будет узнать. Ну, сразу цены. Люди же любят такое все. Вот живем мы. Вот наш дом. Получается, сразу на первой линии. Это среднего достатка дом. За аренду мы платим квартиру 4000 в месяц. Здесь все включено. Бассейны, джакузи, джимы, спортзалы. У нас здесь есть небольшое кафе 2. В общем, здесь, в принципе, полный сервис. Охрана 24. Мы купаемся каждое утро. Мы купаемся в океане. Я вывожу детей. Вот уже Елисей знает. Он уже 5 лет выходит каждый раз. Да, 5 лет мы уже выходим на океан. Потому что мы в этом доме 5 лет живем. Каждый день. Только зимой они не ходят. Потому что зимой до них все равно прохладненько. Но я купаюсь. Все же включено. Надо же пользоваться. Поэтому он у нас рыбак. У него камчатские видны корни. Рыбацкие мои. Потому что я же рыбаком был таким, заяблым. Поэтому вышел, порыбачил, покупались. Вот дети всегда. У них самая большая песочница. Видите? Вот там они играют. Так что детей тут есть чем заняться. Кстати, мои тоже выйдут покупаться. Здесь много живет в Латинской Америке. Спейншев мы их называем. В Латинской Америке очень большая. Здесь же Куба, Доминикана рядом. У нас есть бич сервис. Здесь, кстати, вот видите, мужчина. Вот он, афроамериканец такой. У нас сейчас уже все убрали. Но вот там, если вы видите, там лежаки вот такие. Он вытаскивает лежаки, зонтики. Так к нашему дому прикреплено. Вот. Ты выходишь, у тебя уже все включено. Хочешь, друзей приглашаешь. Вот. В принципе, такой сервис интересный. Что еще интересного? Когда вот иностранцы спрашивают, типа, откуда ты? Мы им говорим. Ну, мы с Камчатки. Они такие. Я им говорю всегда, Аляска. Они говорят, Аляска, типа, нифига себе, как круто. То есть в Америке это то же самое, как вот в Москве, когда тебя спрашивают, ты откуда? Ты такой говоришь, ну, там, из какого-то города, типа, итак. Но когда ты говоришь, с Камчатки, все равно есть удивление. Они такие, о, вот, с Камчатки, типа, прикольно. И так же здесь, когда ты говоришь в Америке, что ты с Аляски, у них вообще просто дикий восторг. Аляска, это для них, это тоже такое. Вот. Поэтому я им говорю, где это, рядом, типа, мы находимся, где Аляска. И они такие, о, прикольно. Вот. В общем, все добрые, позитивные. Здесь очень много туристов. Как правило, это туристическое место. Вот. И все на позитиве ходят, все радостные. Мы здесь оживем, у нас здесь длинная-длинная улица, такая Broadwalk. Вот. Там кафе, рестораны. То есть туда выходишь вечером по Broadwalk, погуляешь. Здесь рядом отели, есть большие отели. Если тебе, допустим, там хочется как-то поменять картинку, ты пошел в отель большой, приходишь. Сидишь просто, кайфуешь, смотришь на туристов, которые с чемоданами. Люди же здесь со всего мира прилетают. Вот. Они с чемоданами все там, ну, своя атмосфера, свой драйв, свой кайф. Там ты сидишь, кофеечек потягиваешь, просто смотришь на тусовочку, на эту, заряжаешься эмоциями. Вот. Чем мы занимаемся здесь? Один из самых таких интересных вопросов. Ну, я занимался здесь, был пиар-менеджер докторов, очень топовых по родам. Вот. И 6 лет я занимался здесь родами. Я, моя, моя обязанность сходилась пиарить докторов. Ну, то есть просто раскрывать его полностью доктора, чтобы к нему приехали. Вот. И я тут раскручивал самых топовых докторов. Я за своих, сколько там, 5 лет этим занимался. Чтобы вы понимали, я снял 2,5 тысячи родов. Я на родах присутствовал и снимал роды, как это происходит. То есть я в своей жизни столько видел интересного, столько эмоций, столько впечатлений, когда ты находишься с ними в одной палате, и вот родился ребенок, и они там все плачут. Иногда даже я пуповину сам обрезал. Ну, просили там, папы нету, чтобы рукой на кадре было, типа, отрежь пуповину. Я говорю, ну, хорошо. Ну, короче, в общем, всего, очень много людей знаю, очень, со всего мира людей, знакомых, столько, что я даже иногда просто там люди мне пишут, Женя, а вот это там, типа, ты помнишь нас? Я говорю, так, 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 дайте фотографию вспомню. Ну, на фотографиях я, конечно, помню людей. Вот. В общем, очень много людей знакомых. И это кайф, это кайф. Это кайфуешь от этого просто, что столько знаешь. Я просто думаю, что куда, когда-нибудь полетишь, там, в любой город, тебя там будут знать, и потому что, ну, ты пережил вместе с ними такие эмоции. Вот мы первый раз за 7 лет недавно только в снег летали, потому что мы не видели снег. 7 лет. Мы просто, наш старший сын, он говорит, покажите снег, покажите снег. Мы такие, ну, ладно, типа, полетели. И мы такие прилетели сами с Ксюхой. Мы до этого не видели снег там. Ну, короче, мы с ней не видели снег почти 8, ну, почти 9 лет снег не видели. И мы такие сами приезжаем, снег. А у ребенка была истерика. Он вообще просто по телевизору только видел снег. И у него, я его еще накрутил, типа, ты снег едешь. Он уже в иллюминаторе, там, в самолете прилип просто. Ну, где снег? Мы приехали в Сан-Франциско. Там в Сан-Франциско в самом нету снега. Там еще надо пилить 4 часа на машине до этого снега. Вот. И, в общем, короче, вы, детей, эмоции просто невероятные. Мы тоже зарядились эмоцией. Они там покатались на горных лыжах, научились. Мы взяли поправить занятия. Вот сейчас опять зима, и он уже готовится. Все, мы уже едем в снег. Я говорю, ну, хорошо, хорошо. Хотя я не особо, если честно, скучаю по снегу. Вообще не скучаю по снегу. Ну, иногда, я думаю, что можно там раз в год на несколько дней приехать в снег. Вся Америка едет в Майами зимой. Ну, Новый год. А мы наоборот. Мы наоборот. Мы как-то даже прикалывались одно время. Приходили здесь на пляж. Ставили елку, короче. Вот. И у нас тут свой Новый год был. Очень весело было. Чем я занимаюсь? Я профессиональный матчмейкер. Матчмейкер – это свах. Я профессионально знакомлю людей. Вот. Это моя работа, от которой я кайфую, получаю кайф. И нереальное удовольствие. Вот. И у меня еще есть второй бизнес. Я занимаюсь частной авиацией. Я организовываю полеты на оправе джетах. По самым вкусным ценам, которые только есть в Америке. Вот. И также я занимаюсь… У меня есть школа стюардесс. Вот. Мы обучаем девочек на стюардесс. И даем им работу. Потом… Ну, если там, конечно, надо будет сделать фотосессию какую-то крутую на прагабе джетах. Все это мы делаем. Также, если хотите сделать какое-то закрытое мероприятие с самолетами, крутое. Это все я делаю. Вот. Поэтому я занимаюсь кайфу и любимым делом. А еще я обожаю играть в гольф. Я играю в гольф на самом лучшем поле в Америке. Дональда Трампа. Там нереальная красота. Там построен мембершип, стоит 100 тысяч долларов в год. Но я как матчмейкер. У меня везде есть входы и выходы. Вот. Люди меня везде приглашают. Поэтому у меня есть такая возможность. Я играю всю… Мы всей семьей играем. И сына я отправил уже. Мы на такой уровень, на серьезный его поставили, чтобы он играл. Здесь я уже как юниор. И он попал в команду. В будущем мы хотим, чтобы он играл в поле, конечно. Ну, вы знаете, да, в поле на лошадях играют. Вот. Это у меня такие планы. С семьей мы ездим. Очень любим отдыхать. Здесь есть такое русское сообщество. Оно получается как большая такая большая семья. И они раз в два месяца. Вот. Мы выезжаем по всей Флориде. Там отсюда пять-семь часов ехать на машине. Но это невероятно сказочные места, конечно. Там такая красота. Большие коровы таких, назвать, ламантины плавают. Они здесь плавают, но там с ними можно прям купаться. Там в источники. Вот. И мы купили себе палатки. Вот мы ездим уже второй год с ними. Исследуем всю Флориду. Вот. Просто кайфуем. Те, кто смотрят мой инстаграм, они знают, всегда переживают. Женя, там типа опять крокодилы будут показывать, где они рядом с крокодилами проплывают. Да, у нас здесь крокодилы везде. Вот. Но крокодилы лучше, чем аллигаторы. Аллигаторы, это очень опасно. И даже когда я здесь купаюсь, у меня с утра плавают акулы. Вот неделю назад Елисейка даже снимал на телефон, как я плаваю, и рядом возле со мной акула плывет. Вот такой плавник у нее, представляете? Это вообще, конечно. Но я знаю, что они здесь никого не трогают, акулы. Ну, такое, потому что здесь никого еще не съели акулы. Так что вот такие дела. Иногда бывает, конечно, когда ураган очень серьезный. Тут все мешается. И крокодилы даже по улицам здесь гуляют у нас. Вот. А жена у меня работает риэлтором. Вот. Продает недвижимость уже давно. Вот, в принципе, вот чем мы живем. Знаю, что вы зададите вопрос, сколько цены, сколько здесь стоит, сколько жить. Но я думаю, что это ни для кого не секрет. Там, когда есть у кого есть знакомые в Америке, они знают, что в Америке дорого жить. Реально дорого. Поэтому сейчас, когда вот люди, сейчас вот эти волны пошли, иммиграции, там, люди повалили в Америку, там, через границу, через Мексику. И приезжают, чем они занимаются, это идут на траки. На траки это грузовики, где они работают, вот. И то там не сразу берут и должен пройти определенный этап документы получить только потом. Потом. Это выходит примерно год. И тебе на год надо жить, чтобы у тебя были здесь деньги. Потому что, ну, на что-то надо жить. Вот. Ну, конечно, бизнес-документов тоже берут. И берут там всяких разных работ здесь хватает. В принципе, люди работают, как-то выживают, остаются. Поэтому. А сколько жить стоит в Майами? Ну, допустим, вот у нас, в нашей семье, вот лично я за свою семью говорю, у нас на все уходит где-то 15 тысяч долларов в месяц мы тратим. Вот. Это с едой, с кружками на детей. Потому что мы же в кружки там разные уходим. Мы там свои какие-то развлечения делаем. Там иногда куда-то выходим в ресторан. Это по-скромному. Это просто очень скромный бюджет для Америки. Вообще просто вот. Ну, мы просто по-среднему живем. Конечно, мы стремимся туда подальше, на уровень. Все, хочется. Работаем в этом плане. И кайфуем, короче, от этого всего. Вот. Воспитываем детей. Так что еще раз повторюсь, если у кого-то будут, может быть, здесь какие-то знакомые из Камчатки, наши Камчадалы живут. Большая просьба. Если нормальные, хорошие ребята, давайте познакомимся, с удовольствием пообщаемся. Вот. Если что, я оставлю там ниже свой инстаграм. Если кто-то захочет, может быть, подписывайтесь, задавайте какие-то вопросы. Всегда с любовью и теплотой мы вспоминаем о Камчатке. Мы гордимся, что мы с Камчатки. Это особые люди с Камчатки. Потому что, ну, я как бы здесь много людей приезжают, все равно я вырос и знаю, какие Камчадалы люди. Это такие другие, это совсем люди. Теплые такие, душой открытые. Поэтому Камчатка навсегда останется в нашем сердце. Дети наши, конечно, вот старший особенно сын хочет приехать. Он всегда говорит, когда я поеду на Камчатку? Я говорю, там едешь на Камчатку, ты сядешь, там поедешь. В общем, вам огромный привет. Вот безумно-безумно приятно слушать Камчатское радио. Еще тогда ты тем более знаешь, там, с масс-медиа всех там ребят. Это вдвойне приятно, так что обнимаем всех, на связи. Если что, кому интересно, пишите, задавайте вопросы. Всегда с радостью отвечу. Дальше бассейн. Везде знакомые у нас. Красивые девушки везде гуляют в купальниках. В дом у нас можно заходить только с кнопочки. Везде у нас палец прикладываешь, кнопочки нажимаются. Вот это у нас джим, куда я тоже хожу, качаюсь. Все тут у нас новенькое, хорошее. Здесь джим, эробик-зал. Ну, то есть, ты там включаешь себе программу и занимаешься. Вот, сейчас покажу. Ну, короче, там, вот, видите, кто-то занимается. Потом у нас тут есть, ээээ, клаб-рум. Это, там, бильярдная. Хай, хай. Найк, джима. Гуд, гуд, джима. Так, это сейчас я вам тоже покажу. Вот. Тут в покер можно поиграть, бильярдные, столы, короче. День рождения здесь можно ответить, друзей пригласить, посидеть, потусоваться. Вот, но мы, как бы, с правила сюда не приходим. Там, футбол, они смотрят здесь. Вот. Компьютер. Все дела. Сейчас я вам сейчас в лабе покажу, пойду. Это у нас переговорная такая. Здесь тоже очень, очень красивая. Здесь фортепиано стоит, можно здесь посидеть. Там, внизу, пуфинг. Здравствуйте. Здравствуйте. Никто лишний не пройдет. Вот так перепарковывают машины. Подъезжаешь, машину припарковываешь. Валетчик у тебя. Валетчик это человек специальный здесь, который работает. Он у тебя забирает ключи, отгоняет машину. Ты по приложению вызываешь. Выходишь, у тебя машина стоит здесь. Но мы платим полторы тысячи в месяц. И мы ставим в гараже. Потому что мы не хотим, чтобы на нашей машине ездил кто-то. Вот. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, в принципе, вот так, короче. Если коротко. На улице у нас тут бегают белки, видите? Ягуаны у нас здесь везде живут. Попугай огромный, большие, зеленые прилетают, которые спать не дают нам. Вот. В общем, тут живности хватает. Кого-то только нет. Тут целый зоопарк у нас на улице. Я, кстати, хотел бы добавить, что мы живем на острове. На настоящем острове. Вот. У нас с одной стороны океан, и с другой стороны вот такой пролив. И мы только можем выехать здесь вот по мосту. Мосты, кстати, раздорные. Вот. Соседи. Кто у нас соседи? У меня здесь есть сосед. Ну, чтобы вы понимали, вот здесь у него получается 3 или 4 ламбардини. Да, Ильисей, и сколько у него? Да. 4 феррари. Ну, короче, я даже не буду перечислять. У него там машины больше где-то 15 машин. И каждый там выходные он ездит на трех разных машинах. Я показываю, кто меня смотрит, знаю. То есть, постоянно. То есть, и там все машины не меньше 500 тысяч долларов от нас. Ну, чтобы вы понимали, какие люди здесь живут. То есть, очень состоятельные люди. А вот и наш ученик идет. Елисейка. Это его одноклассники. Родился здесь, вырос. Ходит в школу, в садик. Елисейка. Вот так мы забираем детей, подходим, показываем таблички. Каждый вам пишет номер. И нам отдают детей. Он, Елисейка, кто здесь. Мы иди показывай табличку, иди. Иди показывай табличку. Дядя, давай, показывай. Иди показывай. Покажи, иди покажи табличку у нас. Yes. Елисей, не выелись нам дали.